Тюменская арена Борьба за право пробиться на юниорский кубок IBU началась со спринта. Недооценивать такие гонки нельзя. Полгода работы на сборах и всего две попытки доказать, что представлять страну на европейских аренах достоин именно ты. Могу сказать, что условия проведения, вы сами видите, сегодня были практически идеальные. Небольшой ветер был, но во всем остальном ясная, хорошая погода, температура минус 2 градуса. То есть абсолютно оптимальные условия для гонки. Звенящая трасса. Первыми пробежали юниоры. Из 14 стартовавших парней сразу шестеро – представители Тюменской области. Хозяева в итоге заняли два первых места. Быстрый, как пуля, Андрей Вьюхин даже с тремя промахами на стойке сумел показать второй результат. Опередил его только более опытный и рассудительный Вячеслав Малеев, не закрывший одну мишень. Стрелял я не быстро сегодня, да и вообще я скорострельностью пока не занимался, потому что хочу сейчас пока наладить процент хорошей стрельбы, затем уже увеличивать скорость. Вот. Ну, стрелял стоя на качество, старался. Ну, и слава богу, что все получилось. Ну, и дальше уже бежал, что есть силы. У девушек честь Тюменской области защищала Эмма Тимир Булатова. Увы, старт, а точнее стрельба оказались для нее неудачными. А вот уральской биатлонистки Анастасии Шевченко «Жемчужина Сибири» принесла удачу. Закрыв все мишени, она заняла первое место. 17 ноября юниоров ждет индивидуальная гонка с четырьмя огневыми рубежами. По итогам двух стартов тренеры сборной и определят состав команды. Тюменские пловцы вернулись из Казани, где завершился чемпионат России на короткой воде. Вновь с медалью, на этот раз бронзовой, явился домой Дмитрий Мальцев. Сибиряк стал третьим. Не на своей коронке, на спине, а в комплексном заплыве на 200 метров. Пустая голова, проще ко всему относишься. А когда к основному виду подготавливаешься, идет какое-то волнение, не знаю, загружено что ли в голове. И поэтому переживание идет. Большая ответственность. В шаге от награды остановилась мастер спорта Софья Сподаренко, став четвертой в бутерфляйной стометровке. Она, как и Дмитрий Мальцев, осталась в составе сборной России, показав на этой дистанции лучшее в карьере время. Обидно было в тот момент, когда претендуешь и вдруг понимаешь, что ты четвертый. Но чтобы это расстроило меня до глубины души, нет, конечно. В принципе, все подоспели на помощь, все меня успокоили, что ты что, больная, у тебя четвертое место на России, все нормально. Тем более, для меня главный результат. Лучшие достижения в карьере оформила также представительница юниорской сборной России Валерия Фиткулова. Впервые воспитанница Владислава Христова пробилась в финал на взрослом уровне на чемпионате России. И сейчас ставит перед собой новые цели. Пока все идет не так, как хотелось бы. Старт чемпионата России в высшей лиге для волейболисток Тюмени-Тюмгу получился далеким от оптимального. Пока лишь одна победа при трех поражениях. В прошлом туре «Сибиряки» гостили в Казани, где играет самая молодая по возрасту команда лиги – «Динамо», «Уор» школы Екатерины Гамовой. И обменялись с ней победами 3-1-1-3. «Поговорили, разобрались, почему не было такой самоотдачи. Будем делать, чтобы все наладилось. Вот сейчас работаем над этим. Ну, я думаю, просто такая бывает, знаете, бывает игра, когда у всех все не получается. Хотя первая, в принципе, бывает. Не настолько плоха, чтобы сказать, что катастрофа». Впереди у Тюменок первый домашний тур сезона. 17-го и 18-го они примут «Московский луч». Тоже очень молодую и дерзкую команду, разбавленную двумя опытнейшими волейболистками. Перед своими трибунами важно избежать ошибок предыдущего тура. «Мы понимаем, что нельзя, тем более, опускать руки сейчас. Ничего такого критичного не произошло. Поэтому только начало чемпионата. Просто надо собраться и надо поверить главное в себя. Вот и дома, тем более, показать тот максимум, на что мы способны». 17-го ноября игра в спорткомплексе «Здоровье» начнется в 17.00, а на следующий день – на час позже. Первый поединок между Тюменками и «Лучом» можно будет увидеть на интернет-канале «ТВ Старт», а также в 20 часов на канале «Тюменское время». На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте snta.ru. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!